Здравствуйте! Сегодня в студии гость студии ректор Ульяновского государственного вуза, председатель совета ректоров вузов Ульяновской области Борис Михайлович Костишко. Здравствуйте! Да, добрый день! Начнем с подведения итогов. Как жил университет, чего добился, какие успехи? Ну, знаете, как у Слепакова, это был тяжелый год. На самом деле и хорошего было, и такого неприятного тоже довольно много из-за этой пандемии. Вроде и не очень много людей болело, и тяжелых не было, но все равно около ста человек у нас или болеют, или переболеют. А из радостного, чтобы год не был таким уж совсем тусклым, мы продолжили работу по заказам Росатома. Очередную 220-е персональное правительство выиграли по работе с ведущим английским ученым в области нанофотоники. Они заняли седьмое место среди вузов опорных нашей страны, разработали новую программу, получили деньги на ремонт, получили деньги на строительство общежития. Вот уже буквально через несколько дней начнем площадку готовить. Ну, приятного тоже много. Дистанционка – это бич этого года, для образовательных учреждений особенно. Как высшее учебное заведение и Ульяновский государственный университет справился с этой задачей? Ну, это была неожиданность. Как вы сами понимаете, мы довольно долгое время, все университеты практически к этому готовились. Но, понятное дело, знаете как, готовишься к маленькой заварушке, а вдруг мировая война. Естественно, переход был вынужденный и очень тяжелый. То есть пришлось добавлять сервера, закупать дополнительные, мощности вычислительные, компьютеры дополнительные закупать. Мы вот 30 аудиторий только обвязали системой визуализации, то есть записи создания контента электронного. Я не скажу, что это приятная вещь. Итог основной из дистанционки мы вынесли такой, что так делать нельзя. То есть в качестве черчайной ситуации это возможно, но для полноценного образования это нехорошо. И причин довольно много. Я скажу только одну. К сожалению, студенты не готовы самостоятельно работать, потому что обучение – это очень тяжелая работа. Очень тяжелая. В принципе, дистанционка дает возможность самому моделировать свою работу. Но, понимаете, вопрос – а многие ли из нас умеют это делать? Столько соблазнов вокруг. И поиграть можно, и с друзьями потусоваться. А тут учиться надо, тяжело работать. Но, в общем, по социологическому опросу, который проводило профессорское собрание, в стране где-то 50% могут это делать. И около 20%, которые, скажем так, прибавили в своем обучении. Потому что мы в дистанционке, все университеты дают больше материала. Поэтому тот, кто учится по-настоящему, плачет, как ежики. Ели кактусы, плакали, но ели. Мы в перспективе для себя определили модель. Это так называемое смешанное обучение, blended learning. То есть, когда у нас некоторые предметы, в основном лекционные, такие, где выдаётся теоретический материал, будут в дистанции. А всё остальное, знаете, как говорят, образование передаётся воздушно-капельным путём. Обязательно надо общаться с своим учителем. Личный контакт. Обязательно. Это, знаете, как это парадигма обучения современного. Что касается гаджетов, студентам это не в диковинку. Как более возрастные коллеги, преподаватели сумели с этим справиться? Конечно, тяжелее. Вот про молодых, если говорят, что они аборигены цифрового мира, то уж поколение, особенно 65+, никак. Поэтому мы набрали целый отряд, у нас 50 ставок введено новых в университете для студентов, которые будут цифровыми помощниками. Например, они приходят в аудиторию и запускают всю систему для того, чтобы лектор мог только настроиться на подачу материала, а не на том, извините, чтобы железно разбираться. Он работает, и у него другая работа. Конечно, в принципе, я должен сказать, что знание цифрового мира это добавляет стоимости человека в современном мире. Но если даже он не знает, но он специалист в своей области, извините, это главное. Если все-таки это будет невременно, готовы ли вузы к этому? Да, вот теперь уже да. Я должен сказать, мы отработали саму систему, как раз когда была первая волна пандемии весной, и когда у нас заболевших не было вообще. Поэтому второй переход после лета, уже второй семестр, когда пошел, мы уже менее болезненно восприняли. Потому что мы электронную образовательную среду улучшили для себя. У нас целая платформа, с которой мы работаем, причем есть и мобильные приложения. То есть я, например, оценки, расписание и некоторые работы могу делать просто с сотового телефона. Ну или с планшета. Так что сейчас это как-то, знаете, уже проще. Но тусклее. Тем не менее, высшее образование идет в ногу с прогрессом, развивается. И на ваш взгляд, какой самый интересный аспект развития? Что мы скоро увидим? Ну вот то, к чему мы и готовимся. Мы практически весь 2020 год отрабатывали новую программу. Буквально говорят, что в понедельник она будет объявлена. Это всероссийская программа. Она называлась программа «Стратегия академического лидерства». Не знаю, изменит название или нет. Но суть в том, что основные тренды, которые мы сейчас нащупали, это... Ну, я бы сказал, что их несколько, но генеральные два. Первое. Это гибкость образования. Мы не знаем, какие специальности будут. Мы не знаем, какие технологии останутся к моменту выпуска студента. Поэтому нам надо очень быстро меняться самим. Университеты очень быстро меняются. Ну, представьте себе классические университеты мировые. 700 лет, если история. Я, например, в Прагском. Наш Карлов так называемый университет. В Праге наш партнер. Ну, вы знаете, у них ученые советы еще проходят в аудитории, которые где-то лет 600. В Мантиях, наверное, еще там. Да, мало что в Мантиях. Ну, еще сиденья деревянные. Это ужас. Это камеры пыток. На самом деле холодно. Это подвал. Это помещение бывшего монастыря. Поэтому, знаете, там гобелены какие-то биты. Некрасиво, на самом деле. И холодно, главным образом. Вот, я там присутствовал. А мы должны очень быстро меняться. Это связано в том числе и вот как раз с гаджетами, как вы говорите, с новыми технологиями обучения. И самая проблема большая, что нам сами надо научиться меняться. Вот. Второй тренд, очень серьезный, это персонификация. То есть, фактически, вот мы в себе в программе прописали два очень больших трека. Как сейчас говорят. Первый – это персонифицированная медицина. То есть, когда вас лечат конкретным, только для вас подходящим лекарством. У нас есть лаборатория, которая вот по онкологии, по крайней мере, делает такие основы для этих лекарств. А второй тренд – это создание индивидуальных образовательных траекторий под вас. То есть, если в двух словах, представьте себе, что мы ваши цифровые следы, а все молодые сейчас оставляют очень много, классифицируем. Сейчас это называется создание цифрового двойника. И на основании вот этого двойника мы предлагаем экспертному сообществу, ну там специалисты, которые вас учат, преподавателю, определить ваши таланты. И рекомендовать студенту конкретную образовательную траекторию. То есть, понятное дело, что там, скажем, физик должен знать математику, физику. Но вот настройку, soft skills – это уже индивидуально. То есть, вы берете маркетинговую систему в интернете, которая индивидуальный запрос обслуживает. Индивидуальный запрос, ну мы по-другому называем как раз индивидуальные образовательные траектории. Интересно очень. Да, это очень интересно. Проблема только в том, чтобы не ошибиться, вы понимаете. Здесь ответственность, как у врача. Главное ведь же не навредить. А то мы посоветуем что-то не то. Посоветуйте быть врачом. Да, а он крови боится. И что? Это когда уже вступит в силу? Программы до 30-го года, но у нас уже первые шаги начнутся в следующем году. То есть, мы систему мотивации вводим для преподавателей, потому что это для преподавателей тяжело. Это же надо, чтобы он дополнительно... Все изменения, они тяжело воспринимаются преподавателем. Потому что вы привыкаете к определенным тенденциям, а тут меняться надо. И тем более, у меня один алгоритм преподавания для большой аудитории. А теперь для каждого. И это надо учитывать. Вот как раз здесь только помогают цифровые технологии. Здесь человеческий фактор... Ну, либо каждому представлять учителя, как у Македонского Аристотеля был. Но сейчас так не получится. Программа, возможно, заменит человека? Хотя вы говорите, что личный контакт... Нет, не заменит. Я считаю, что никогда, и это в принципе невозможно, заменить личностное общение невозможно. Тем более в университетах, тем более если мы готовим ученых. Наука впитывается только через личное общение. Это называется научная школа. Замечательный оптимизм на будущее. Давайте подведем итоги этого года и поздравим коллега-студента. Ну, как я говорил, этот тяжелый год заканчивается. Я хотел бы пожелать всем... Я думаю, да всем нашей стране, всем гражданам нашей страны, не только студентам нашего университета и преподавателям, но всем. Чтобы в 2021 году мы воспринимали 20-й все-таки как черную полосу, а не белую. Чтобы следующий год был все-таки значительно лучше, ярче, наполнен событиями, поездками. Ну, чтобы мы радовались жизни. А всем вот нашим преподавателям и студентам я желаю только здоровья, хорошего иммунитета, ну и трудолюбия. Как выяснилось, не все любят работать. А это очень важно и для обучения, и для жизни. Борис Михайлович Костишко, ректор Ульяновского государственного вуза, руководитель совета, возглавляет совет ректоров вузов Ульяновской области. Сегодня мы подводили итоги года. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok